Всем привет! Хочу с вами поделиться, что сегодня у нас произошло ночью. В общем, ночь была ужасная, могу сказать. И я сейчас не могу прийти в себя. Хотя на улице светит солнышко, нужно радоваться, но нервная система, конечно, на пределе. В общем, когда была объявлена тревога, я не слышала, мы спали. Это было где-то, наверное, в полчетвертого. А в полпятого я проснулась. Проснулась от того, что очень часто идут сообщения. Когда идут сообщения, они там пеликают в телефоне. Я встала, открываю телефон, оказывается у нас воздушная тревога. И написано, значит, что Ирпень, держись, будет гучно. И в этот момент происходит взрыв. Славик просыпается, говорит, что случилось? Я говорю, по-моему, нас бомбят. Буквально через, не знаю, там, ну очень-очень рядом. Может минута, может полминуты, может полторы минуты. Второй взрыв. Тут рядом третий. Ну, в общем, короче говоря, конечно, сработали сигнализации машин. Все гудит, все шумит. К окнам подходить боюсь. Я сижу, открываю телефон, смотрю, что там пишут по новостям, какие предупреждения. И в этот момент слышу свист. Такой точно свист, когда началась война, и у нас над домом летали самолеты, которые сбрасывали бомбы. Вот такой точно свист. И такое впечатление, что он летит прямо к нам в дом. Я кричу Славику, Славик, бегом прячемся. Мы с ним выскочили в коридор, сели на тумбочку и сидим. Ну, конечно, вам сказать, что перенервничали, ничего не сказать. Это был такой стресс. Мы как бы немножечко уже отвыкли от этих бомбежек, которые в Харькове. Но Славик, кто ездит, он как бы это все прочувствовал. Я давно этого не чувствовала. Это было так страшно. Я вам не могу передать. Потом следующее объявление, что летит еще одна группа этих ракет. И крылатые ракеты. В общем, короче говоря, ночь напролет. Я сидела как на взводе. Потом написали полчаса или 20 минут передышки. Это было уже 5 часов утра. Как бы и спать хочется. И в то же время тебя все колотят. Но перенервничали. Вам передать не могу. Пока я дождалась отбой тревоги, Это были пытки. Это были, вы знаете, вот такое впечатление, что это сутки прошли. Не какие-то там минуты или час. Это ужасно. Ждать это ужасно. Ну, потом, когда объявили отбой тревоги, Я уснула и проспала аж до 10 часов. Ну, вот я сейчас встала, А я никакая. Вы знаете, у меня голова болит. Я вся просто как разбитая. Слава Богу, что все ракеты были сбиты. Ну, ракеты-то сбиты, Но осколки летят и летят. Куда попадут? В Киеве сгорела полностью стоянка машин. Попали в дом. Там горело. Ну, это, конечно, просто жесть. Просто жесть. Не знаю. У меня руки ни на что не поднимаются. Настолько вот это все на нервах. Настолько это все, это ужасно. Я никому не желаю пережить то, Что переживаем мы, украинцы. Сейчас прочитала, что, слава Богу, Вот над Эрпенем, когда сбивали эти ракеты, То ничего и никто не пострадал. То есть, наверное, упали в таких местах, Где нет домов, Где нет людей. То есть, ну, как-то так обошлось нормально. В Киеве не обошлось. И летели, вы знаете, такое впечатление, Летели и с Абалони, и с Выжгорода. В общем, короче, летели со всех сторон. Это ужас. Ужас и все. Передать вам не могу, как это страшно. Вчера перенервничала за Харьков. Вчера в час дня пробомбили Харьков. Там, по-моему, 10 пострадало. Раненые 5 погибших и 5 пропали без вести. То есть, не могут найти 5 человек. Это предприятие по изготовлению мебели и, по-моему, типография. И вот туда попало. Там пожар был сильный. Тоже машины сгорели. Сегодня в Харькове траур. В общем, очень-очень печальный день. Печальная ночь. Что тут скажешь? Украинцы меня понимают. Я знаю, сейчас, конечно, тут наберут и будут писать. А это вам за Белгород, а это вам за это, а это вам за то. Нам изначально за что? За то, что мы Украина. За то, что мы Вильнии. Вот изначально за это. Вот и все. В общем, поделилась с вами своими эмоциями. Потому что я уже привыкла с вами общаться. Я вот поговорю, может быть, легче станет, не знаю. Но пока нелегко. Говорю, что уши заложены, голова болит. Вот девочка пришла ко мне, мурлычет. Хоть какой-то, может, стресс снимет. Ну, конечно, очень-очень перенервничали. Особенно, когда вот пролетел вот этот такой свист страшный. И я ждала, что этот свист закончится взрывом. Нет, взрыва никакого не было. А потом в чате в нашем в Урпенском кто-то выставил это видео. То есть, ну, темно, но этот звук этой ракеты был. Но я изначально подумала, что это самолет. Потому что у меня ассоциация с теми воспоминаниями в Харькове, когда над нами каждый день ровно в одиннадцать часов вечера на нас летели самолеты бомбить. Каждый день по расписанию. Я уже рассказывала, как мы пока вот еще до там десять часов вечера, еще нормально, уже полодиннадцатого вечера тебя начинает все трусить. Ты понимаешь, что в одиннадцать часов тебя начнут бомбить. А ты не понимаешь, какой дом разбомбят твой. Или рядом, или дальше. И вот они летят. Такой звук страшный. И то же самое было сегодня. Летит эта ракета. Я кричу, Славик, прячемся. В общем, просидели в коридоре. Давно такого не было у нас. Ну, вот так вот. В общем, поделилась с вами своими эмоциями. Я понимаю, конечно, что хорошо, что все эти ракеты сбили. Но лучше бы их вообще никогда не было. Никого, чтобы не бомбили. И вообще, чтобы войны никогда не было. Это было бы самое, наверное, большое счастье человечеству. Но, увы, так не бывает. Такое у меня сегодня грустное видео. Грустное у меня сегодня видео. Вы уж меня извините. Ну, какое есть. Я должна была высказаться. Я должна была выговориться. Потому что в себе это держать я не могу. Ну, почему, как-то так. Солнышко светит. Лучики приходят. Но пока настроения никакого. Всего вам доброго. Я всем желаю здоровья. Только мирного неба. Чтобы не было ни у кого ни воин, ни бомбежек. Чтобы люди жили и от войны не умирали. Продолжение следует...